Ну что, в разгар событий в Курской области Путин полетел на два дня с официальным визитом в Баку, в Азербайджан. Ну, наверняка этот визит был заранее согласован, заранее спланирован, но все-таки в истории, на практике мы видим, что Зеленский, Нетаньяху, другие мировые лидеры, если происходит какой-то форс-мажор, либо отменяют свои визиты, либо сокращают программу пребывания. Почему Путин не может поступить точно так же? А вы помните хоть один случай, когда Путин, в случае, когда у него в стране, так сказать, ну, если считать его страной Россию, происходили какие-то проблемы, то он оказывался, вот, он шел навстречу этим проблемам. Когда случилось событие трагическое с подводной лодкой Курск, то Путин не отменил свой плановый отпуск. Он продолжал купаться в Черном море и совершенно не считал, что это является поводом для того, чтобы он куда-то летел, когда на глазах их всего мира гибли, гибли сотни российских подводников. Когда случились трагедии в Беслане, в Норд-Осте, то тоже Путина близко не было. Я не говорю, что Путин должен был сам лично руководить освобождением заложников, но, по крайней мере, какого-то участия в этом тоже он не принимал. То есть, на самом деле, Путин всегда старается находиться там, где есть такая выгодная картинка, где можно рисоваться там на фоне какой-то победы. А здесь, ну что ему ловить, что можно ли представить себе, что Путин в момент того, что на территории России создаются уже в Курской области органы управления Украины, государственного управления Украины. То есть, создана военная комендатура, на самом деле. То есть, это органы украинской власти на территории России. Ну, можно ли представить себе, что Путин приедет туда? Для чего? Беженцам помогать? Когда это было такое, что Путин кому-то помогал? Что еще он может сделать? Там, на месте пытаться выяснить, как так случилось, что пропустили серьезную военную силу Украины на территории России. Когда же Путин занимался такими вещами? Поэтому это не случайно, это вполне закономерно. И здесь главное другое. Путин поехал, полетел вернее в Азербайджан спасать Газпром. И это как раз выбор приоритетов, выбор ценностей. Какая там Курская область? Все уже вспоминают знаменитые фрагменты из фильма «Иван Васильевич меняет профессия». Крымская область? Да, господи, да забирай. Жалко, что ли? И здесь то же самое. Курская область? Да, пожалуйста, кому она нужна? Другое дело Газпром, национальное состояние. Поэтому это свидетельствует о выборе приоритетов. Для Путина Газпром, то есть деньги важнее. А Курская область? Да от нее одни убытки. Пожалуйста, забирайте, не жалко. Там тоже есть Газпром, газоизмерительная станция Суджа. Ну да, есть такая проблема, но это не решающе. Газпром, то есть конкретные доходы от того, что Путин рассчитывает получать от сделки с Азербайджаном, то есть там же все основано на том, что пытаются обойти топливно-энергетическое эмбарго, то есть сделать такой нехитрый-хитрый ход. Азербайджан увеличивает поставки газа в Европу, а Путин компенсирует эти остатки поставками в Азербайджан. То есть на самом деле, ну такая, то есть по сути дела, ну газ он ведь, как известно, паспорта не имеет. Вот, поэтому, значит, российский газ пойдет в Азербайджан, а азербайджанский газ, который, ну на самом деле там уже отличить, какой он, российский или азербайджанский, пойдет в Европу. Ну вот такой вот нехитрый, так сказать, нехитрая двухходовочка с помощью обойти санкции. Это серьезная история, поэтому, конечно, Путин подобного рода мероприятия отменять не стал. Тем более, что ему гораздо приятнее было улыбаться Алиеву, близкому по духу диктатору, его симпатичной жене, чем там заниматься проблемами Курской области. Ну, тут, собственно говоря, все настолько на поверхности, что даже неловко комментировать. Все очень ясно. Приоритеты у Путина были всегда такими. Путин никогда не был там, где действительно должен быть настоящий глава государства, который беспокоится о подведомственном населении. Ну, при этом четверть века такое вот отношение, да, ему всегда сходит с рук. Не зря же говорили там, особенно в первые его сроки, о том, что Путин тыфоновый, негатив к нему не прилипает, он такой фортовый, да. А в этом случае у нас в России можно ли описать сложившееся взаимоотношение Путина и такого вот абстрактного слова народ, как Путин тыфоновый, а народ пластилиновый, раз это всегда Путин исходит с рук. Можно из народа лепить все, что угодно. Тут есть одна неприятность. Вот народ готов терпеть, народ готов терпеть любую власть. Тут есть совершенно очевидная закономерность. Обратите внимание, народ терпел Сталина и восторженно его принимал. Потом, в принципе, не восставал против Хрущева, против Брежнева, против Горбачева. Горбачева тоже принимали на ура сначала. Я помню, на Тверской я застал момент братания Горбачева с народом. То есть это было что-то, так сказать, феерическое. Там с восторгом тоже его принимали. Потом Ельцин тоже, так сказать, был кумиром. Потом Путин. И что характерно, вот есть несколько фрагментов очень интересных. Когда Пригожин занял Ростов, потом Пригожинские отряды пошли, там, две бригады пошли маршем справедливости на Москву. Их тоже с восторгом воспринимали. А сейчас население Курской области, на которой находится украинская власть, они украинскую власть воспринимают точно так же с восторгом. То есть любая власть, если от нее пахнет властью, если она является властью, если ведет себя как власть, то есть если она обладает силой, она воспринимается российским населением с чувством глубокого удовлетворения. Это закономерность. То есть никогда такого, ничего другого не было с момента возникновения Московского княжества. Вот ничего другого не было. Никогда не было какого-то иного отношения к власти. Это вполне согласуется с принципом русской православной церкви «нет власти, кроме как от Бога». И это очень важно, потому что в любом столкновении, когда сталкиваются какие-то противоборствующие силы, население всегда принюхивается, от кого больше пахнет властью. Вот в ситуации с ГКЧП, сегодня, кстати говоря, у нас мы отмечаем, фиксируем, что 19 августа 1991 года начался государственный переворот под названием ГКЧП. И вот при столкновении с ГКЧП люди, представители власти в разных самых субъектах Российской Федерации, в союзных республиках принюхивались. От кого больше именно принюхивались? Это вот я наблюдал просто за поведением представителей разных ветвей власти. От кого больше пахнет властью? От Ельцина или от ГКЧП? От ГКЧП пахло испугом, пахло мокрыми штанами и пахло дрожащими руками, трусливыми. И поэтому это не был точно запах власти. От Ельцина пахло властью, его поддержали. Точно такая же ситуация была во время столкновения Белого дома и того же самого Ельцина. И тогда тоже я видел просто наглядно, это просто можно было поименно посмотреть, кто пытался колебаться, чью сторону брать, Верховного Совета или Ельцина. Именно потому что от Ельцина пахло, был запах этот власти. Его сторону приняли представители регионов и народ за ним тоже пошел. То есть народ идет за тем, у кого власть. Я абсолютно убежден, что если на самом деле все разговоры о том, что Украина не может победить, это все полная ерунда. Если Украине сейчас дать достаточное количество оружия, то вполне возможно и, естественно, снять это идиотское ограничение отношений ударов по территории России, то вполне возможен разгром российской армии и сопротивление. Вот тут очень многие наши коллеги с вами говорили о том, что если Украина попытается повторить вот этот вот марш справедливости Пригожина, ничего не получится, потому что россияне будут руками останавливать украинские танки. Ничего похожего. Мы видим в Курсской области, что происходит. Ни одного коктейля Молотова, ни одной попытки нападения на вооруженные силы Украины. Только спокойно, с благодарностью все, так сказать, тут же перестроились, все благодарят украинскую власть. Так что здесь вот очень характерно. Путин, да, он, что называется, оседлал Россию, он полностью подчинил ее, он зачистил все, уничтожил всю оппозицию, ликвидировал свободу слова, убил фактически все независимые СМИ, журналистов убивал физически, политических оппонентов убивал тоже физически. Ну и такую силу, то есть это он показал власти, и такую силу, безусловно, российское население воспринимает именно как власть. Так же, как в свое время воспринимала как власть Сталина. Здесь надо просто зафиксировать очень важное такое социологическое явление, что в России нет и не было никогда народа. Население России никогда не обладало субъектностью. Это особенность, принципиальная особенность российского устройства, того, что называется русская система, которая ведет свое начало от московского княжества. Никогда, никогда в истории, в истории России, исторической России, еще раз говорю, с московского княжества, никогда не было случая, чтобы народ на выборах менял власть. Именно менял власть. То есть избирать избирали, там были земские соборы, были выборы какие-то, но такого, чтобы менять власть, такого не было. Если власть, все, она будет оставаться. До тех пор, пока правитель либо не умрет, либо его убьют, либо произойдет какой-нибудь государственный переворот. Да, ну действительно сильно контрастирует, как россияне на Курщине встречают ВСУ, и как украинцы в том же Херсоне и Наргодаре встречали российских оккупантов. Прямо небо и земля картинки, эти мы помним до сих пор. Ну и надо просто извинить, что я, так сказать, еще хочу прокомментировать. Надо отметить, что вооруженные силы Украины, ну, во-первых, по двум очень важным причинам, они ведут себя принципиально иначе на захваченных территориях, и ничего похожего на Бучину, Мариуполь здесь нет. Здесь не было ни одного, хотя российские пропагандисты тщательно выискивают какие-то случаи, там, я не знаю, там придумали какого-то дедушку в трусиках, которого, так сказать, мучили украинские злодеи. Он выяснил, что он вообще гражданин Украины, прекрасно себя чувствует и вообще не понимает, что от него хотят. Вот, но, то есть, никаких, никаких, так сказать, свидетельств, зверств украинских фашистов на территории России не обнаружено. Вот, и причина здесь понятна, она, причины две, две. Первая причина это то, что все-таки украинская армия принципиально отличается от российской, тем, что, ну, я не могу, вот, так, публицистический термин, который я иногда применяю, что украинская армия состоит из лучших, российская из худших. Это, конечно, некоторое упрощение. Это то, что называется, такое, публицистическая генерализация. То есть, на самом деле, ну, упрощение, обобщение излишнее. Но, тем не менее, тенденция в эту сторону есть. В украинской армии, действительно, очень много людей, которые понимают точно, за что они воюют. То есть, это действительно, ну, с каким-то некоторым обобщением, можно сказать, что это армия, состоящая из лучших людей Украины. Российская армия, это, безусловно, это худшие люди России. Потому что это люди, которые пошли, это очень много преступников, так сказать, благодаря, так сказать, усилиям того же самого Пригожина. Это люди, которые собраны из депрессивных регионов. Это, что называется, Путин собрал со скреб с самого дна российского общества населения. Это одна причина того, что они по-разному себя ведут. А вторая причина, это то, что, в общем-то, явно украинской армии четко дана установка показать на своем примере, каким должно быть поведение армии на захваченных территориях. То есть, на самом деле, продемонстрировать полное соблюдение международным нормам. Пока это удается. Я думаю, что в значительной степени и дальше будет удаваться. Хотя у меня нет никаких сомнений в том, что российская пропаганда все силы использует для того, чтобы получить какие-то картинки зверств украинцев на территории России. Ну, для этого могут быть и провокации, могут быть там, я не знаю, постановочные съемки. Мы хорошо знаем, как это все устроено. И поэтому здесь вот я просто сразу хочу обратиться к нашим коллегам. Здесь очень важно, что называется, бдительно за этим следить и стараться как можно быстрее в лед, что называется, бить в лед. Игорь Александрович, а давайте такой вот гипотетический сценарий попробуем рассмотреть. А если часть территории Курской области, которая находится под контролем БСУ, будет передана в управление части российской оппозиции, ну, вот Илья Пономарев намекал там по Российской Народной Республике, то как жители Курской области будут в этом случае относиться к тем, кто будет управляющим, комендантом, как гауляйтером или как освободителем? А это зависит от очень многих обстоятельств. Вообще, понимаете, сейчас, конечно, вот у нас, вот в этой нашей виртуальной студии, как сказано в «Бессмертном романе» Ильфа Петрова, сейчас начнет алмазный дым в зачеремленной дворницкой распространяться. То есть, все, мы уже победили, уже Курская Народная Республика, уже все хорошо. Я думаю, что в обозримый период ничего этого не будет. Просто, ну, по многим причинам. Во-первых, потому что все-таки при всем моем восхищении теми российскими патриотами, которые воюют рука в руку с украинцами, ну, имеется в виду, понятно, что это батальон свобода России, русский добровольческий корпус, сибирский батальон и так далее. То есть, мы прекрасно понимаем, о ком уже. Это все-таки очень небольшие подразделения, которые не в состоянии удержать, ну, даже ту ограниченную территорию, которую на сегодняшний момент вооруженные силы Украины захватили. Понимаете, в конструкции, о которой говорит Илья Пономарев, она выглядит очень противоестественно. То есть, смотрите, что получается. Удержать, то есть, что это такое, вот как это, ну, что называется, вот проект Ильи Пономарева в металле, как он выглядит. Конечно, лучше бы поговорить на эту тему с самим Пономаревым, но поскольку я примерно понимаю, о чем идет речь, можно и, так сказать, вот в таком порядке, в одностороннем покритиковать эту идею. Потому что, понимаете, что это должно означать? Это должно означать, что генерал Маскалев, генерал-майор Маскалев, Эдуард Маскалев, генерал-майор, который украинской армии, который в настоящий момент является военным комендантом, то есть, представляет собой власть, украинскую власть на территории Курской области, он должен уступить свою власть каким-то представителям российских, российских вот этих добровольческих формирований. А что делать украинской армии, которая там находится, она что, должна уйти? То есть, ну, в металле, как это выглядит? Или она должна, значит, как, так сказать, просто взять и уступить? То есть, власть должна принадлежать российским добровольческим формированиям, там, ну, условно тому же, возьмем так, условно тому же самому Илье Пономареву, да? А украинская армия должна это все обслуживать, так что ли? То есть, украинцы должны класть свои жизни, то есть, кто будет защищать вот эту вот, значит, Курскую народную республику? Ну, тут, я так понимаю, знаете, распределение, скажем так, административно-хозяйственных функций со силовыми? Нет. Ну, это, знаете, это, 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 это как бы такой, это что-то такое, мечта о прекрасной России будущего, когда, значит, российские, там, представители российской оппозиции будут, значит, заниматься начальствованием, а защищать это начальствование, класть за это своей жизни должны украинцы. Ну, слушайте, даже, даже я, в общем, сторонник того, чтобы действительно, так сказать, на какой-то территории России было сформировано нормальное, нормальное государство, ну, я, я, честно говоря, во мне все встает против этого, и с точки зрения, ну, на это просто никто не пойдет. Вот, прежде всего, на это, конечно же, на это не пойдет политическое и военное руководство Украины. С какой стати? То есть, если мы, я знаю, что форум свободной России, я очень это приветствую, поддерживает идеи создания российской освободительной армии. Это очень правильная идея, хорошая идея, очень важная, но, ну, давайте смотреть правде в глаза. До реализации этой идеи очень далеко. Пока для этого нет ни нужных ресурсов, ни у форума свободной России, и нет политической воли. То есть, пока ничего этого нет. Поэтому я думаю, что эта идея на достаточной степени утопична. Просто утопична. Я думаю, что ничего, просто ничего этого не будет. Вот. Хотя, конечно, хотелось бы там, я знаю, мечты, так сказать, отвоевать какой-то кусок российской территории и на ней создать прекрасную Россию будущего. Я думаю, что в обозримый период это утопия. Ну, просто утопия. Это может произойти после победы Украины, после там свержения, падения путинского режима, когда произойдет распад России. Вот это другое дело. Тут уж можно, что называется, делить шкуру убитого медведя. А пока этот медведь жив, ну, не скажу, что полностью здоров, но, по крайней мере, готов к сопротивлению. Каким-то образом попытаться у этого живого медведя вырезать кусок шкуры и начать ее, так сказать, осваивать, это несколько утопичный проект. Нет, конечно, речь идет именно о украинской войсковой операции, она очень важна, она имеет определенные перспективы, она может стать, пока еще не стала, но может стать очень важным, решающим, так сказать, эпизодом войны, меняющим ход войны. Пока этого нет, но, тем не менее, потенциал у этого есть. Посмотрим. Это очень важная история, но роль российских добровольцев здесь пока нулевая. Украинская войсковая операция как будто бы поставила Путина перед дилеммой отвоевывать свое или захватывать чужое. Но судя по тому, что как-то неактивно пока войска с Донбасса перенаправляются в Курскую область, он как будто бы склоняется к выбору все-таки пожертвовать своим для того, чтобы захватывать чужое. А перед самой Украиной в какой-то момент, судя по продвижению в Донбассе российских войск, такая дилемма тоже не возникнет? Вы знаете, здесь, скажем так, то, что произошло в результате вот этой Курской операции, действительно, это произошло резкое усложнение всей конструкции, всей вот этой военной игры. И это, прежде всего, поставило очень сложные задачи перед российским военным и политическим руководством. Что касается, причем, поскольку инициатива сейчас, она полностью за Украиной. То есть, никто сейчас не знает, где в следующий раз ударит Украина. И учитывая то, что российско-украинская граница это 2,5 тысячи километров, причем, как выяснилось, она абсолютно незащищенная, то дальше Украина... Ну, опять-таки, я сейчас не хочу вторгаться в сферу военной экспертизы, но даже на уровне здравого смысла понятно, что пространства для, так сказать, переигрывания Украины гораздо больше, потому что Украина в состоянии, так сказать, создавать какие-то очаги напряжения на всей территории, вот это, на всей протяженности этой гигантской границы, 2,5 тысячи километров граница, и в результате этого раздергивать российские войска, которые будут пытаться как-то предотвратить прорывы. И, в общем, и в этом случае, я думаю, что тут возможно много всяких неожиданных поворотов. Конечно, российская армия может и дальше продолжать давить, но вот там действительно идет некоторое продвижение на Покровском направлении. Но, так сказать, здесь, на Курском направлении происходит серьезная угроза попадания довольно большой группировки российских войск в котел. Может быть, просто, если дальше так развивать этот успех, то может произойти просто отрезание, так сказать, российских войск от большой России. В конечном итоге перерезать, так сказать, коммуникации, и тогда возникнет вообще новая ситуация. Конечно, до этого очень далеко, и я думаю, что военные эксперты, они сейчас будут скептически оценивать такие перспективы. Но, глядя на карту, можно просто говорить о перспективах отрезания всей российской наступающей группировки от большой России. И это будет тогда новая ситуация. Пока, я еще раз говорю, это пока фантазии. Но, понимаете, проблема заключается в том, что вот эта курская войсковая операция, она была настолько секретной, настолько неожиданной для всех. И для американцев, и для европейцев, и для россиян, да и для украинцев тоже. Никто абсолютно. Я специально опрашивал тех экспертов, которые ко мне приходили в качестве гостей на эфиры, ни один из них не знал о том, что произойдет, не предсказывал вот эту большую курскую войсковую операцию. Никто. Точно таким же образом, мы же не знаем, что сейчас готовит военное и политическое руководство Украины. Просто не знаем. Поэтому здесь игра усложняется. Что касается... Вы задали сейчас, ну, чрезвычайно важный вопрос, над которым сейчас, я думаю, ломают голову многие. Что является решающим сейчас? Курское направление или Покровское? Вот если так обострить, где решается судьба войны? На Курском направлении или на Покровском? Причем под Курским направлением можно подразумевать и Брянское, и Белгородское, и Ростовское, понимаете? И Воронежское, в конце концов. То есть, на самом деле, мы не знаем, что дальше предпримет вооруженные силы Украины. То есть, на самом деле, это большой вопрос. Я думаю, что на этот вопрос вам сейчас не ответит не только такой дилетант в военном деле, как я, но и большинство военных экспертов. Потому что это как пойдет. Если на самом деле Украине удастся воспользоваться абсолютной незащищенностью того, что сейчас уже смело можно называть российским мягким подбрюшьем, то есть Россия оказывалась абсолютно незащищена на своей территории. И что самое главное, российское население, вот это гигантское преимущество Украины, у России есть свои преимущества огромные, которые можно много перечислять, но огромное преимущество Украины заключается в том, что российское население не готово защищать свою власть. Именно население. То есть, Украина входит как нож в масло в российскую территорию. Прежде всего, потому что, во-первых, у России, у Путина нет резервов, которые в состоянии противостоять этому. Во-вторых, потому что нет границы, нет пограничных войск, которые в состоянии сопротивляться вооруженным силам Украины. И в-третьих, потому что население спокойно воспринимает Украину как, ну да, вот жили при Путине, теперь будем жить при украинцах. Ничего не изменилось, а может даже и лучше. Украинцы, смотрите, вон они тушенку привезли, вот они воду привезли. Они никого не обижают, не то что эти аглоеды. А в это же самое время доблестные российские войска, имеется в виду кадыровцы, грабят российские магазины. Ну вот хороший контраст. И чья власть лучше? Да, я так думаю, что потом, значит, не знаю как, я не знаю как кончится эта война, я вам честно скажу, не знаю. Я думаю, что есть несколько исключенных вариантов, но в целом непонятно. Но я думаю, что жители Курской области потом будут вспоминать, а про украинцах-то жить было лучше. Вот, скорее всего так. Так что я, честно говоря, думаю, что в известной степени, все-таки, в большей степени судьба этой войны решается на Курском направлении, чем на Покровском. Тем более, что Курское направление может трансформироваться и в Брянское, и в Белгородское, и, а может быть, и в Ростовское. Да, тем более, что сейчас различные вбросы, опасения идут со стороны некоторых Z-блогеров, и даже Гиркин Стрелков написал о возможности там, то, что ВСУ пойдут отбивать Запорожскую АЭС чуть ли не до Крыма. На нечто подобное, кстати, глава Сумской администрации тоже украинской намекает. Ну, по крайней мере, он говорит о том, что это только один из этапов, впереди ждет еще много интересного. В общем, следим, наблюдаем. Как говорит Апти Ваудинов, запасаемся попкорном и смотрим. Да, это замечательный товарищ, так сказать. Я очень жалею, что его не было на Олимпийских играх в качестве участника соревнований по бегу с препятствием в полной выкладке, потому что то, как они стремительно убегали от украинских войск, как только их завидели издалека, это было что-то невероятное. Очень скорость развили, просто фантастическую. Просто как гепарды какие-то скакали, так сказать, по Курской области. А, собственно, если говорить о самом Алаудинове, да, вот за эти, ну, две уже будем говорить недели, мне кажется, по тому количеству вранья, которое исходит из него, ну, он же может вполне себе с Путиным сравниться. И при этом вот он такой один из главных комментаторов всего происходящего. Это его назначили спикером или просто там, ну, не знаю, такая раскоординированность, незнание, как правильно реагировать, и он просто на этом фоне сам вылез в спикеры одни из главных? Не знаю, я, я, я не, понимаете, это надо знать изнутри. Я очень сомневаюсь, что его кто-то назначал спикером. Я думаю, что его активность, ну, востребован. Слушайте, человек говорит, его, у него с удовольствием берут интервью. Он там в социальные сети выкладывает какие-то глупости. Все это востребовано. Значит, на самом деле, я думаю, что вот это, это эффект словесного поноса, как результат испуга. То есть, они действительно опозорились. Вот этот вот спецназ Ахмат, который, так сказать, бежали как зайцы от украинских войск, они действительно опозорились настолько серьезно, что у него просто открылась вот эта диарея. Знаете, бывает медвежья болезнь от испуга. А здесь вот такая вербальная диарея у него открылась, когда он постоянно говорит, говорит, говорит для того, чтобы скрыть вот этот, скрыть позор, которым он покрыл себя и своих, так сказать, подчиненных, убегая от вооруженных сил Украины. Причем, что самое отвратительное, срочников подставили. Вот что самое мерзкое. Причем он заявляет о том, что нет, срочники должны воевать обязательно. Иначе зачем вы нужны вообще? Иначе зачем? Кому нужны? Матерям своим? Женам своим? Я не знаю, невестам своим? Кому нужны? Показывается... Стране, стране, он говорит, по-моему. Зачем нужны стране? Решать вопрос, кто кому нужен, должен вот этот вот трусливый, так сказать, персонаж из кадыровского окружения. Ну, он уже не совсем из кадыровского, он уже больше на федеральный уровень вышел. Аптел Алаудинов. Это совершенно позорное, очень смешное явление. Да, особенно когда он говорил, знаете, о том, что мы тут такого шума наделали, что украинцы аж визжат. Я сразу как бы представил картину. Ну, шума-то вы действительно для видосиков в ТикТоке наделали, там по кустам постреляли. Ну, а украинцы визжат, схватаясь за животики от смеха просто. Ну, да, и самое смешное заявление, это было с самого начала, когда его спрашивали, а как, почему Украина прошла, когда украинцы, украинские войска прошли, когда вы там стояли. Он говорит, а они мимо прошли, а мы их не заметили. То есть это, ну, это как в футбольном матче, вратарь будет говорить, они вот не это самое, били не по мне, они, так сказать, били мимо меня, так сказать, поэтому я пропустил мяч. Ну, потрясающе совершенно. Ну, да. А вообще, в целом, если говорить о российской пропаганде, я вот не слежу настолько пристально, как вы, мне вот периодически в ленте попадается, и вот из такого поверхностного взгляда у меня сложилось впечатление, что на российском телевидении такие есть две партии теперь. Партия «Все пропало» и партия «Ситуация под контролем». вы знаете, до некоторого времени, я думаю, что и сегодня это продолжается, основной партией, партией в российском телевидении была партия «Ну, где же методички?» «Где же методички?» «Методичек» не было. То есть, не только разведка проспала, не только ФСБ, не только, так сказать, генштаб проспал, но и та часть администрации российского президента, которая отвечает за методички. «Методичек» не было. И поэтому, кто во что гораст, наблюдалось следующее противостояние, серьезное, между российским телевизором в целом, который нес полнейшую ахинею, никакого отношения к делу не имеющую, вообще полная была оторванность от жизни, и с одной стороны, а с другой стороны, вот эти зет-патриоты, которые все-таки каким-то образом имеют зацепление с реальностью, и они несли некоторую окопную правду. И там даже война развернулась, так сказать, российский телевизор против вот этих зет-патриотов. Эта война нашла на протяжении всего времени с момента вторжения, с 24 февраля 1922 года, но сейчас она обострилась. Она обострилась до такой степени, что сейчас принят закон, в соответствии с которым эти зет-патриоты не имеют права высказывать своего мнения, могут только транслировать мнение, ну скажем так, мнение Канашенкова. Так условно говоря. Но на самом деле, вы правы, да, действительно, есть разные настроения сейчас в российском телевизоре. Кто-то говорит о том, что да все в порядке, даже есть такой очень смешной персонаж, такой российский политический промокашка Алексей Мухин. Он, значит, заявил о том, что на самом деле все это российские спецслужбы переиграли украинцев, и на самом деле они их подставили, и вся эта курская операция, это гигантская победа российского ФСБ. Ну, это действительно такая вот смешная оппозиция, просто человек попытался, ну, по крайней мере, отметиться так, чтобы вот цитирули. Видите, вот добился в нашем эфире, я его тоже цитирую. Это очень смешные вещи, там масса смешных вещей высказывается, растерянность полная. Но есть и какие-то вот у этих таких вот откровенных разжигателей войны, сторонников, так сказать, уничтожения Украины, есть и здравые мысли, которые они высказывают. В частности, мне запомнилось вот недавнее выступление, недавний такой спич, такого очень известного российского пропагандиста Сергея Мардана. Ну, это сотрудник «Комсомольской правды», который очень популярен, сейчас он в эфире у Соловьева подвизается. И вот у него был такой спич, очень, ну, по сути дела, вот я поймался на мысли, что он говорит моими словами. Значит, он говорит о том, что, а где вообще, где обращение к народу, где братья и сёстр? Ну, это я уже ему приписываю, но смысл именно такой. Где мобилизация, где, так сказать, вот вставая страна огромная. Ведь враг впервые за, так сказать, 80 лет спустя окончание, сперва и с окончания Второй мировой войны войска неприятеля стоят, расположились на территории России. И где вообще всё? Ну, я действительно, здесь он поднимает как раз именно этот вопрос. Но только с другой стороны. Я-то с чувством глубокого удовлетворения всё это воспринимаю. А он именно, так сказать, с позиции и таких вот, таких вот вопросов всё больше и больше. Вот, но они подспудны, потому что здесь очень важно не перейти грань, после которой начинается уголовная статья. Вот. Главное не произнести имя Путина, главное не произносить вообще никаких имён, а просто вот вздымать руки кверху и говорить «да Коля». И здесь это есть и в эфирах Соловьёва такое тоже присутствует, и у Скобеевой тоже есть. А есть другая позиция, да, успокаивающая такая, что всё в порядке. Доминирует, если говорить о государственной политике, доминирует, всё хорошо, всё здорово. И вот я сказал, что с самого начала не было методички, но она появилась в последнее время. И суть этой методички заключается в том, что во всех публикациях, письменных публикациях, в РИА Новости, во всех остальных, во всех агентствах, в обязательном порядке, любая публикация заканчивается, чем бы вы думали, заявлением Герасимова. Помните, когда на второй день после того, как началось вот это вот вторжение, началась Курская операция, Герасимов сказал, что всё, вторжение, так сказать, прекращено, украинские войска разгромлены и оттеснены на границу Российской Федерации. И вот этим заявлением заканчивается сегодня. Вот сегодня, уже две недели прошло после этого, уже украинские войска укрепились, уже украинские войска создают фактически органы государственной власти, ну, военные комендатуры, это же органы государственной власти. Уже там перерезали, так сказать, мосты уничтожили через речку, так сказать, уже скоро, значит, российские войска окажутся в котле, расширяют свою территорию, а они всё ссылаются в обязательном порядке, ссылаются на вот это вот старое заявление Герасимова. Ну, вот такая методичка смешная. Но это как раз вот тот самый официоз для тех людей, для которых труднодоступен интернет, для которых, так сказать, труднодоступны социальные сети, кто не может забрести там на ваш канал, на мой канал, не может получить альтернативную информацию. Ну, а для тех, кто получает информацию, огромное количество Z-патриотических блогеров, которые в целом сейчас, ну, в общем-то, в некотором возбуждении, в некотором разочаровании и требует, требует, что называется, не просто продолжение банкета, а требует горячего. То есть требует, чтобы немедленно уже подали горячее. Чтобы уже подавали горячее. Это массовый тоже призыв. Ну, зреет постепенно. Пока ещё это не дошло до кипения. Пока ещё никаких, конечно, там, следов грядущего, там, военного переворота. Этого ничего пока нет. Но настроение подобного рода есть. Ну, и напоследок, Игорь Александрович, список иноагентов теперь уже не тот, судя по всему. Раньше говорили знак качества, знак качества. Достойные люди туда попадают. А теперь, судя по всему, не только достойные. И теперь проще быть, наверное, в неживательной организации. Вот там вот все достойные. Вот Джордж Клунифонд его признали также нежелательным. А в минувшую пятницу в список иноагентов попали, в том числе и кремлёвские телеграм-каналы, типа Низыгоря или Бриф. Как вы это объясняете? Я уже начал объяснять это. Дело в том, что вот это вот жёсткое столкновение между российским телевизором и Z-телеграм-каналами, оно привело к тому, что, ну, я не знаю, насколько у вас принято, подобно у вас на вашем канале принято использовать термин «жаба-гадюкинг», но он, мне кажется, наиболее точно отражает то, что происходит в этом сегменте российской пропаганды. Это битва между, так сказать, российским телевизором и телеграм-каналами. Потому что телеграм-каналы, вот эти вот Z-пропагандистские, в том числе военкоры некоторые, они в значительной степени несут какие-то элементы окопной правды. Они всё, понимаете, ну, у них разное финансирование. Слушайте, значит, ну, надо смотреть на вещи, в том числе и при всём моём, так сказать, скептическом отношении к материализму, но, тем не менее, надо с элементами материализма смотреть и смотреть на то, откуда деньги. Российский телевизор абсолютно, ну, вот Соловьёв, Скобеева, Симонян абсолютно не зависит от зрителей. Абсолютно не зависит. У них государственное финансирование, их будет хозяин кормить, вне зависимости от того, как к этому будут относиться люди. А вот эти вот, значит, Z-телеграм-канальщики, они полностью зависят от зрителей. И поэтому они должны людям давать какие-то элементы окопной правды. И они это делают. Да, они это делают, так сказать, с общим вектором такого, значит, пропаганды войны, с общим вектором поддержки войны, иногда даже критикуя, так сказать, российскую власть за недостаточный фашизм, за недостаточную кровавость, но они всё-таки доносят, они находятся в некотором сцеплении с реальностью. И поэтому между телевизором, между тем же самым Соловьёвым и вот этими Z-пропагандистами происходят постоянные схватки. И там Соловьёв их ругательски ругает, он целые эфиры там часами матерится, часами, так сказать, ругательски ругает этих Z-чиков. И, конечно, они продавили этот закон. И, конечно, они, но они, я уже говорю, закон же принят о том, что они не имеют права, они должны все зарегистрироваться, и они должны все построиться, и они все должны давать только ту информацию, которая берётся из официальных источников. То есть, дана команда, ну, как бы зачистить, зачистить это поле. Вот, полностью это, конечно, не удастся, но вот поэтому... Ну, нам они, конечно, что называется, подгадили довольно серьёзно. Потому что, да, действительно, как бы раньше было... Можно было носить название и на агенду с гордостью, а сейчас мы попали в плохую компанию. Ну, в конце концов... Я ещё не попал, Игорь Александрович, меня ещё не признавали. А, ну, видите, вам повезло. Вам повезло. То есть, вы остались чистеньким, но недолго. Я с неживательными как раз. Я в списке неживательных ещё давно, ещё до войны, как бы, я туда попал. Так что я пока в чистом списке. Ну, вот умеют некоторые люди устраиваться, что я могу сказать. Но ничего, ничего. Вас тоже настигнет это грязное пятно и на агента будете в компании не загоря пребывать. Но, в конце концов, все эти таблички, это на самом деле всё ерунда полная. На самом деле, каждый из нас является отцом и матерью своей репутации. И, в конце концов, люди смотрят не на табличку, о которой я, честно говоря, вообще-то давно уже забыл. Вот, там, какие-то уголовные дела клеятся там и так далее. Это всё на самом деле наплевать на то, что они там делают. А люди смотрят на то, что мы говорим и то, что делаем. Институт репутации, он формируется нами здесь и сейчас. А все эти наклеенные таблички, они очень быстро отваливаются.